Мужчины, я не могла об этом не спросить, потому что я хочу с двух сторон подойти к этой теме. Но, во-первых, вы не замужем, во-вторых, вы говорили где-то в интервью, что вы расстались со своим молодым человеком, когда у вас началась эта новая история в жизни, и, в-третьих, периодически, еще до другой жизни, вы говорили несколько раз в своих сетях о том, что вы не понаслышке знаете, что такое харассмандат, там, к вам приставали, это было некрасиво, вас унижали и так далее. Когда все это вместе свести в один вопрос, женщине всегда нужен близкий человек, но без этого очень сложно. И вот если бы меня спросили, карьера или личная жизнь, я бы без всякой сказала, личная жизнь, все. А вот как вы смотрите на это? Я бы никогда не хотела выбирать, если честно, вот серьезно, не хотела бы. Я бы тоже не хотела. Мне кажется, моя личная жизнь, она должна быть вне зависимости от моей карьеры, но я не представляю себе личной жизни без карьеры. Я должна быть самореализованной. Я вам еще раз говорю, моя мама всегда меня учила, ты самостоятельная, ты сама. Это очень много. Это дает очень много сил и энергии идти вперед. Я не знаю того уровня личных отношений, где бы я сказала, вот все, только мужчина, дом там и наша вместная жизнь. Не знаю, мне очень хочется сделать с Наташ что-то. Мне очень приносит большое удовольствие понимать, что я могу кому-то помочь. Это может звучать пафосно, я вообще могу не быть на этом интервью, понимаете? Но я это буду говорить даже своей подруге, если я пью бокал шампанского, понимаете? Это важно. Поэтому я не вижу, вот не хотела бы противоставлять. Но да, для меня важна личная жизнь. Сейчас ее нету. Более того, я встречалась с иностранным мужчиной. Я поняла, что мне немного сложно понять украинского мужчину. К огромному сожалению, нет, серьезно. А почему? Я смею сама из этого. Какая разница? Какая-то пассивность и самовлюбленность во многих случаях в Украине. Не знаю, может быть, мне такие попадаются. Ну, в какой-то момент уже стало смешно, и я такая, ладно, забудем об этом. Что для вас важно вообще мужчине? Да мне важно, в общем-то, понимание. Знаешь, как на одной волне ты прыгаешь, и хватит. То есть, мне кажется, можно пройти вот все, да? Потому что есть столько вызовов. Я еще не была в тех вызовах, которые проходят многие пары. Когда они, допустим, сильно болеют, да? Или когда-то кто-то там умирает. Или вот разлука там расстояниями, да? Или там, я не знаю, какие-то... Вот я не была еще в таких серьезных ситуациях. Но если наши отношения с этим молодым человеком распались из-за того, что у меня график, и вот абсолютно несовпадение, значит, ну, не мои были отношения, не мои. Я тоже очень удивилась, когда я об этом прочитала, подумала, что за отношения, которому из-за этого распасывающегося. Ну, тут же я еще немножко перешла в другую степень. У меня там эмоциональная нагрузка увеличилась, да? Ну, немножко... Ну, там что-то было не то, да. Я не могу сейчас сказать, что я там долго плакала. Говорил же классик, что там любовь это то, что не проходит. Если она прошла, значит, она не любовь. Это цивилизованный был расход, цивилизованные были очень отношения. Может быть, они, значит, были не мои. Вы скучаете? Потому что когда ты приходишь, когда ты очень тяжело работаешь, приходишь домой, и ты там один, ну, это тяжело достаточно. Ну, может быть, по обнимашкам, вот и об этом, да? Ну, может быть, но я... Ну, конечно. Я очень наслаждаюсь сейчас, скажем так, своей жизнью. Я чувствую себя абсолютно счастливой. Меня окружает огромное... То есть чувство наполненности и пока никакого дискомфорта. И просто наоборот, мне не хочется брать на себя ответственность, вступать в отношения с человеком, с которым я вижу сразу, у меня не получится. Если человек там недостаточно амбициозен, если человек пассивен, если человек там не готов, извините, делать шаги, которые никто не делает, да? Потому что я сама такие шаги делаю. Мне хочется, чтобы это был абсолютно полноценный человек, не боящийся ничего. Но человек, который как бы прогрессивный, да? А не, извините мне, какой-то постсоветский коррупционер, который не боится, извините меня. В кассивной брионе. Да, мафией занимается. Нет, то есть мне... Я хочу, чтобы человек мыслил какими-то категориями не узкими, чтобы человек это был, для которого, знаете, мир, дом. А вот вы сами бы заговорили об архетипах. Вот архетипы мужчин там, по-советски коррупционерка с теми брионе. Потом бородатый хипстер с поддернутыми штанишками. Не знаю, такой основательный фермер, который говорит, я за тебя набью морду, ты знаешь, любому. Это все не мое. Все не мое. Вам как? Вот я вопрос. Какой архетип ваш? Что вам ближе? Ну, я на внешность вообще очень мало обращаю внимания. Ну, вот серьезно. Архетипы, это же не внешность. Это манера поведения, это образование, это пластика, это способность к каким-то поступкам. Архетипы, это отличие как литературные архендотипы. Для меня очень важны ценности. Есть люди, которые... Видите, весь свой опыт и каждую свою ошибку они превращают в ценность. Для меня это важно. Для меня важно, когда нет этого, знаете, этой поверхностности. Это важно для меня. Тогда эти люди, для них есть правила, но есть то, когда нужно обойти правила общественные, да? Тогда эти люди будут видеть тебя, а не то, что из тебя пытаются сделать. И вот с такими людьми, с ними можно идти по жизни. Ай! Ай! Ай!